вольтсваген саха проблема такая переобогащение смеси ну ты мвд помененный сейчас смотрю кое-какие параметры там и запах бензина присутствует еще но мы будем менять масло как я понимаю а потом будем уже тестить ну а смотрю все машинки будем принимать выводы еще на пропусками сыпет по цилиндрам до пробег у нас пробег 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 171 тысячи реальный пробег расход был 07 на холостых сейчас 06 стал на холостых но она прогрелась всем доброе утро у нас зима зимушка зима пришла как у вас там погодка рассказывать сахар у нас проблемки похолодала на сцепление ну выжил сцепление давай а тут не запускалась троит пердит интересно а на улице не запускалась сейчас снегу вообще не могли запустить для так мы будем чистить клапана вся загвоздка на этом моторе заключается в том что впуск с той стороны каналы по стука маханьки что у меня даже есть такая распечатанная 3d приспособа для канала а еще у нас разделитель вот этот он не достается он у нас гбц стоит и там такие маленькие впускные каналы сейчас залезем эндоскопом покажу его что там творится на там жесть творится и получится что будем как-то вот так как-то вот так это все учищать у меня тут появился новый эндоскоп с артикуляция единственная минус это без экрана нужно телефончик подключать все но с артикуляции двигается да вот мы его можем включить потом найти приложение скачать вот и он уже заработал уже видно что туда короче самыми самый 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 конкретный плюс этого эндоскопа это сам зонт который у нас какие 5 и 5 короче ну да 5 и 5 диаметре ну какая красота маханьки тоненький можно с артикуляции везде залезть вот мы его будем сейчас испытывать так я еще там поставил на запись да еще температуру камеры показывать срок один градус у нас наверно свет мой вот так выключить надо да будет и вот мы залезем посмотрите-ка и насколько каналы насколько каналы маленькие и насколько они забиты перегородка и вот одна сторона каналов так это у нас вниз а вот вверх а вверх вообще у нас кстати для такого эндоскопа маленького качество вполне себе обалденная если конечно не дергать не шевелить руками вот этот клапан должен быть да должен быть но его нет вот пока артикуляции не пользуюсь потому что в одной руке эндоскоп в другой камеры снимаем вот такая вот жесть там творится где открыты в каком открыты клапана я хочу найти открытые клапана посмотреть в четвертом да в четвертом по ходу ну жесть да качество мне нравится прям не супер такое но все равно достойная для такую для такого диаметра зонда качество достойное пришлось пожертвовать соплом потому что ну никак и пистолет не разверну это самая короткая сапог стать что у меня было в комплекте 2 еще длиннее и вот этими насадками штатными через такое через за такое вещь не подлажу потому что большое расстояние и сопло стало короткое так только через эту проставку деды вот это просто . но заключается все том что в орех летит везде рек орех расходуется очень большими количествами и это так муторно это так вот это литье и оно такое нежное что его можно повредить литье именно гбц 4 и 3 почти я вычистил но времени уходит на это столько что честно я уже больше не хочу такие моторы брать правда реально химией я пробовал размягчать джизоксом короче промывает размягчать выдувать без толку потому что ну вы видели какой там на эндоскопе было состояние это же есть конечно это же есть а еще нужно доставать вот этот теплообменник отмывать от масла маслица и вымывать наш выпускной коллектор маслица в выпускном коллекторе это говорит о том что у нас работает плохо плохо работает вентиляция картерных газов которая выполнена здесь на этом моторе в крышке цепи горе какая красота ну давайте посмотрим на промежуточный вариант очистки клапана видно да некоторые вещи еще оставил но это сейчас дочищу клапана видать видно клапана оказывается какие большие у нас где там закрыты ну давайте ладно по сравнению с тем что было и с тем что сейчас песня да да такие маленькие такие мах маханьки вообще не знаю вот сейчас мы все дочистим весь геморрой этот соберем его и поедем доску показался все-таки прикольной темкой самое интересное и самое главное в то что я хотел это очень маленький зон 5 5 миллиметров все ну и артикуляции единственное до экрана нету ну телефон старый помогает так сейчас будем делать эндоскопию мотора как бы так блин все это положить чтобы мне было удобно и вам видно было мне еще надо артикуляции пользоваться я тут у нас запись надо поставить да что же ты такой ты кто ну что вам запись с экрана сделать все-таки или так пойдет давайте попробуем вот так первый цилиндр что у нас тут в какую сторону у нас двигается о он риска есть присутствует ну так же присутствует у нас что это попадание антифриз что ли вот ржавчинка старая вот они залысины ржавчина машина ездит не часто называется давайте еще что нет найдем ну ладно это грязь попала прикручение чистки и всего хотя как сюда антифриз попал это загадка еще и наверху походу нет это не антифриз это просто ну так ну а повернись клапана видно грязь на клапанах на клапанах это у нас первый цилиндр ну верху хон риска конечно естественно отлично я вот это что это вернись это интересно тоже типа похоже на ржавчину но если надо ржавчина конечно а вот он задир вниз пошел о его прям видно как раз там где у нас ржавчина и задир во всю длину так лезем в четвертый цилиндр сейчас я залезу и попытаюсь это заснять вам показать четвертый цилиндр чуть так тормозить начал чет так тормозить начал а я снимал а я не снимал четвертый цилиндр тут уже сам я не знаю почему но он у меня начал жестко тормозить 51 градус камеру написала ну по идее он должен остыть сейчас попробуем остыть и посмотрим что покажет на тормозить он прямо жестко начал даже просто без съемки без ничего картинка обновляется чуть ли не один кадр в секунду прикольно до обновление картинки я веду я уже в цилиндре а мы только до цилиндра дошли давай 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 о мы в цилиндре это что такое я уже опустился вниз цилиндр ну ты мне покажешь или нет 34 градуса температура рано радовался называется достал где ты а я выхожу из цилиндра это не запись это типа прямой до прямая трансляцию ну скоро ли к ждать алло эндоскоп ты где я здесь вот с ним о появились неужели у переместились на ручку ждем 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 же мне так работать невозможно к сожалению так работать невозможно нужно другому телефону подключить я попробую тоже ну я перевел на ручку все ты зависла ну тут обновление не один кадр в секунду тут обновление один кадр в минуту поставив другой телефон все решилось вот мы залазим куда какой цилиндр я уже не помню если честно звук пропал тогда запись с экрана с другого телефона это по моему у нас третий цилиндр ну хон риска присутствует есть следы ржавчины да это второе у нас так что у нас тут мы увидим тоже хон риска хорошая но есть следы от ржавчины когда машина долго стоит 3-4 дня там а может и неделями иногда стоит вот он риски есть вкрапления ржавчины камера сгорания в принципе ну я бы сказал чисто не прям такие криминал я не не заметил ну первый четвертый цилиндр вы видели там уже задиры и именно первый четвертый цилиндр во втором и третьем есть маленький вот они начала пробег тоже такой значительный заправляться хорошим топливом потому что могут на этом моторе лопаться перегородки поршней от детонации и появляться задиры капитальные ну и также пропуски будут значительные потеря мощности машина в конечном итоге машина перестанет ехать камера сгорания вполне себе адекватно выглядит для такого пробега эндоскоп поставляется в таком чехле прикольно тут есть даже корку для скачивания приложения вот и тут тоже есть инструкция это нам не интересно есть три кабеля микро юсб тайп си лайтинг это телефоны подключать сюда и плюс заряжать тайп си его он даже заряжается да вот здесь зарядочкой артикуляция о как может еще и даже чехолочек на камеру это конечно склеена не очень чехолочек на камеру интересно что это что то что это такое а ну давайте расскажите ваше предположение так и не нашел стоит такой короче стальная штучка сфера с мелкой резьбой внутри я думал она сюда накручивается как-то нет так что жду ваше предложение по поводу этой штуки что это не знаю и салфеточка для протирки камеры тут мякушка сеточка удобно в чехле в таком вот кстати вообще удобная вещь во первых всегда надежно спрятан и даже держит ударчики вот так 07 а был 04 показывал даже 05 интересно помыли форсунки надо ему дать дрозда немножко немножко погонять фальсваген каде сережка мне подогнал работу горит пропуске во втором свечи он менял что-то нормально я эндоскопом залез цилиндра нормальной дальше диагностирует думал форсунка лет и вот снимает на свечники наши провода а в третьем у нас что-то окислы какие-то точно ли во втором цилиндре пропуске потому что его во втором смотрел искра вроде есть но свеча мокрая свечу сейчас поставил свою он короче не запускается норм нормально вообще сейчас я попробую это все почистить посмотреть в третьем цилиндре вообще искра есть или нет так сейчас мы смотрим искру в третьем цилиндре попробуем его запустить ну чё там было и стране искреп искра прям была хорошая ставим обратно и пробуем запускать чем у нас тут 170 тысяч пробега вот так он работает уже кстати лучше кто вообще отказывался у меня как его диагностировать на храпом взять не удалось поэтому читаем ошибки что он напишет давай-давай обнаружены пропуски 4 2 насос охлаждающей жидкости обрыв цепи регулятор давления это я я сниму отключение цилиндров или маломощности нагрева рады муж нагрева главное реле замыкания на плюс сброс давайте что нет кодов неисправности хорошо раз тебя все как удобно открыл ставил убеды а до сцепления добираться нажимаем сцепление не работает не работает ну да у нас второй цилиндр вообще не у нас и в четвертом пропуске но выпадает 2 полностью ё-моё колбасит блин все заглохо у нас либо форсунка либо либо что либо что-то либо замыкание нет кодов неисправности ему все нравится и каждый раз так надо наверно померять компрессию возможно там перегородки нужно потому что я проверил форсунки там сигнал идет нормальный и там все нормально замер компрессии во втором цилиндре основная ошибка обнаруженную пропуске условия во втором цилиндре отключения цилиндров это основная ошибка с которой я борюсь пока нахрапом взять не удалось короче я принял решение поменять форсунки местами первый цилиндр а вот на втором видно следы какие-то светите куда надо следы что-то тут ковыряли уже я только снял рампу тут продул поменяю со второго на первый с первого на втором посмотрим куда пропуске перейдут очень долго очень долго я мучаюсь съемник я себе вот такое сделал съемник форсунок но там нет такого переходника именно под эти форсунки форсунка выглядит вот так решили одну бушную взять потому что не первая не 2 не 3 не 4 легко не достаются короче вот так вот выглядит и съемник сюда одевается и типа обратным молотком вынимаешь но то же самое сделал вот здесь в принципе тот же съемник практически и начинал стучать стучать оказывается вот эта часть у нас просто вставляется форсунку и фиксируется вот так но так вот она сделана да короче принято решение бушная форсунка все эту еле-еле расшатал еле-еле-еле-еле вот она тефлоновое кольцо и вот он засранка вышла раскручивал тут сверлила чтоб она крутилась вот так вот если форсунки очень давно не доставались на сайт то это уже проблематично в редких случаях достается хорошо там она стоит затем посвечу цвет там она стоит на ёршике все купить такие которые чистят типа для карбюраторов для этого чтобы посадочное место у меня вычистить под форсунку с короче устанавливаю форсунку собираю запускаю смотрим пропуски пройдут не пройдут но больше нечему потому что у нас мокрая свеча постоянная искра есть провода менял все нормально и тут у нас же искрообразование идет попарно параллельно получается ну как попарно получается 1 4 постоянно и 2 3 постоянно если бы допустим у нас был во втором цилиндре пропуске именно и закатушки были то у нас бы и были и получается в третьем если я правильно рассуждаю 170 тысяч до момент истины так двигатель я уже удалил повторно нет никого пробуем подкал башевает но уже стабильнее как-то немножко работает хотя нет я попробуем просрать интересно теперь 3 4 обнаружены пропуски в третьем в четвертом и она не разгазовывается 3 4 я их не трогал вот на таких оборотах работает стабильно вот на холостых немножко подстраивает источные пропуски да у неужели холостой исход как я рад как я рад вы себе не представляете как я рад ходов нет я был прав форсунка я ее доставал очень проблематично тяжело но дело в том что если одна форсунка отказала у нас будут есть такие немножко пропуски отказывать и следующее я бы наверно помыл форсунки все таки да вообще не работала форсунка но еще раз и она даже не запускалась мне все время заталкивали кодов нету она работает вы не представляете как я рад первый цилиндр 0 2 цилиндр 0 3 есть один пропуск 4 есть один пропуск это у нас старые пропуски получаются да вот сейчас вот здесь я немножко подгазовывая слышно что иногда на идут пропуски сейчас тут по нулям сейчас будем гореть вот четвертый раз и один пропуск 2 в робот короче форсунки все походу ну вот сейчас она еще будет добавляться нет давай я же слышу как ты работаешь не но она хотя бы запускается она хотя бы на ней ездить ну а первый попер нормально данным но на до после перегазовки да вот так вот клиент согласился на мойку форсунок сил пульсвагена всегда вправо стороны а у этого фольксвагена блин левый интересно мне кажется этот турбированный мотор колбасик не никогда не видел 95 нормальный бензин 500 и хотя на турбина на ездить на 95 не меньше не как-то так как мой уже не не знаю который раз мы с перерывами по 15 минут и вот иногда вот так вот играет но уже прямо отвечает мотор отлично но это на промывочной жидкости а не на бензине а 6 c6 32 красота да все в масле там клапана блин стоят в масле там в цилиндрах масло особенно 1 и получается 4 но свечи вот нужно посмотреть 1 2 3 4 5 6 короче тут все я впускной коллектор снял вот она наш впускной коллектор сейчас будем показывать фокус видно масло сколько масло масло да прям свежак а я думал сейчас вкг закрою дам ему про вздется немножко чтобы он перестал дымить полностью подтвердить мою версию про вкг и причем как клиент сказал резко начало дымить прям резко ну и вот он резко во впуске кто у нас правильно у нас вкг вот здесь вот входит и там полный впуск вот здесь у нас вкг входит там полный впуск и это конечно печалька течет течет кайф да там дело в том что тут еще вот отваливаются эти отваливается наш нагар и он там прям кусками лежит ну давай не хочешь фокусироваться до засветы пересветы короче масло стоит меня это 32 до каналов настолько все грязное вкг шку переуплотнил стакан переуплотнил крышку на синяя и на робный герметик какой-то первый раз вижу короче я вычищал вычищал очень тяжело все давалось очень потому что масло потому что размягчила это все я вот собираю и орех с маслом это жесть короче я тут два дня мучаюсь не два дня пробег у нас 250 882 если верить приборки первый запуск будет самый тяжкий запустила сейчас еще будет дымить обгорать все остальное какая-то хреновая прокладка да вам не кажется такая вот ну все не дымит парит потому что у нас катализаторов нет а дымила у меня тут вообще другой бы сервис взял бы сказал бы прокладка гбц либо еще маслосъемные сделали ремонт двигателя вот так короче победили а вот те герметика и на робный побежала прокладка через два дня ровно и все равно он тут не застыл зеленым стал хотя мне доказывает клиент вот газель собрали на этот ровно герметики все нормально ну не знаю не подходит в эту сторону и течет вот здесь ну вот видно масло даже поэтому сейчас все это вымываем и ставим на ведь у него всех приветствую связи с последними событиями youtube то работает то не работает но узнающих людям всегда работает поэтому с ютуба не ухожу как выкладывал видео так и буду выкладывать а еще и есть в к будет ссылочки в описании в телеграме практически в телеграме каждый день в рутубе еще канал восстановим поэтому все ссылочки в описании переходим подписываемся кому как удобно где удобно смотрим и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok